Молодежь, озернитеся на богате, продка медаденная. Исповаю им, поклонитесь, и земельце своей, родной мати. И я вам желаю, чтобы вы так же кланились и любили свою алтайскую землю, как мы, свою родную Беларусь. И это даже не часть спектакля, а стихи собственного сочинения о родине. В драме временно хозяйничают белорусы, распаковывают ящики с костюмами перед спектаклем, готовят реквизит, обустраивают сцену. Велосипеды, комоды, серванты, пушки, холсты, химическое оборудование за сценой. В драме буквально негде пройти. Минский театр привез две огромные фуры с реквизитом. Спектакль обещает быть зрелищным. Мы когда приехали сюда, я просто была в восторге от театра. И очень обрадовалась, что именно на таких стенах они висят. Просто ощущение, что висит на панели измореного дуба. Просто вот как и положено в замке такому быть. На портрете отец известного белорусского князя. Пани Каханки. Пообещали, что на сцене будут сидеть в ванной, наполненной водой, и даже летать. Это спектакль, после которого белорусы выходят, испытывают гордость за то, что ты белорус. Сегодня мы привезли действительно два очень разных спектакля. Спектакль про некий исторический срез Белоруссии в определенный промежуток времени. Речи Посполитой. А это «Знойные мамочки» – это бродвейский материал, бродвейская постановка. Она другая, она современная, продуманная, просчитанная. Но она тоже говорит о простых человеческих чувствах и взаимоотношениях. Минский театр последний раз приезжал с гастролями на сибирскую землю 36 лет назад. А в Барнауле выступает впервые. Мы вчера вот ходили вечером, естественно, посмотрели все, уже разведали. Потому что большие гастроли – это же ведь тоже такое легкое соперничество. Это своеобразная олимпиада. Думаю, мы приедем сюда, какую мы тут Америку откроем. Может, тут… Ну, вот это, скажем, есть как с чем побороться. Потому что у вас театр очень хороший, это видно. В Барнауле для Минского театра закончатся большие гастроли. После нас артисты отправятся прямиком домой. А пока на спектакле Белорусского театра билетов в день премьеры уже не купить. Дарья Демиллер, Александр Андропов. День с толком.